всем привет всем диктофон и сегодня поиграем в игру под названием блонд стад 6 и в этом видео мы будем проходить нашего босса вортекса и как раз таки скоро мы узнаем на какой карте это будет происходить а перед началом видео я бы хотел показать и поблагодарить последних донатеров которые поддерживают мой канал мне безумно приятно и я вам очень сильно благодарен и это как раз таки был валерон спасибо тебе большое он написал что поздравляет меня с 5000 подписчиков мне очень приятно и я безумно рад что мы дошли уже до такого момента нас уже очень много муж такая одна большая семья чему я безумно вам каждому благодарен что вы уделяете мне свое время и радуете меня на совершение новых каких-нибудь чудес так что вот так вот у нас все в этом плане очень хорошо и постепенно будем начинать проходить как вы можете посмотреть у нас на этот раз карты конфетный водопад карта как по мне очень даже хорошая потому что она очень длинная следовательно вортекс ну будет без проблем его вообще пройти а здесь у нас хотя бы доступен бенджамин пограничение у нас тут еще бомбометатель наша подводная лодка подводник объем подводник я забыл как это вот а при этом нам тут еще не поставить наш мэтт ну ладно в принципе будем пытаться обойти с чем-нибудь другим и в остальном я в принципе ограничений не вижу так что надеюсь что все будет хорошо берем нашего бенджамина и начинаем проходить что все у нас был было здорово так что начинаем ставим нашу обезьяну с дротиками мне кажется вот в этом месте хорошо поставить очень удобно она будет нам помогать неплохо и параллельно как раз таки сейчас мы будем копить на бенджамина а сейчас я бы хотел вам рассказать одну вещь про который мне безумно обидно вы знаете я вот уже по привычке я да когда захожу в б.с. б.с. это у меня программа для съемки записи и я там проверяю идет ли звук вроде бы все шло все нормально записываю видео такое но сейчас буду монтировать но при этом как выясняется звука не было на записи отсутствует звук и мне было это очень грустно очень обидно поэтому сейчас я вот сижу включил эту же запись и просто начинаю ее переозвучивать в данный момент мы уже поставили нашего бенджамина такое мне кажется более-менее нормальное видео так что чё ты запутался короче в довольно таки нормальное место я его поставил она очень удобная хорошо нам будет помогать то есть меньше места занимать как минимум у наших по крайней мере банановых ферм и вот как раз таки давайте сейчас мы определимся с вами как я буду называть наши банановые фермы в этом видео и в рандомайзере представляете мне выпало число 1 число 1 это вообще такая прям редкость ну прикольно нормально а уже само название фермы по комментарию я нашел и эта ферма вольт коз я самом деле все то видео когда я проходил я сидел говорил и удивлялся что это за название чему одно относится поэтому ребят если вы знаете что такое вольт коз пожалуйста напишите мне в комментариях мне будет очень интересно узнать почитать про это а то знаете это вот я сейчас подговорю что у нас тут вольт козы вольт козы есть а что они делают зачем они нам нужны что это вообще такое ну они нам будут просто монетки приносить не знаю может быть что то еще ну у нас монеток будет хватать поэтому да так что вот такие вот у нас дела все вроде будет хорошо и продолжаем в том же темпе как бы будет еще интересно знаете если по итогу потом окажется то что там человек ну просто у него ошибка была той 9 что-то там исправил а название должно было быть совсем другое ну ладно вольт коз так вольт коз мы не сильно уж такие требовательные правда хотелось бы конечно знать чё к чему вообще ну ладно так тем временем нас уже 10 раунд пропечали нашу первую ферму вольт козов нужно в дальнейшем будем продолжать там что-то вот делать прокачивать так как у нас только начало стремиться развиваться нам очень даже надо так как все-таки это босс хоть он и не элитный что меня очень радует но все же босс поэтому нам надо все равно сосредоточить на него внимание чтобы все на своем было здорово мне кажется по-другому нас в принципе не может быть так что такие вот дела 11 раунд уже у нас тем временем проходит правда так непривычно вот это вот все озвучивать сейчас когда уже все есть так обидно но вот реально так обидно я бы сейчас вопрос поставил смонтировал до выложил нет мне приходится заново переозвучивать все говорить и не в какой-то момент я думал может быть просто вот эту запись мне ускорить в два раза чтобы у нас лучше было ну ну и ладно она попробую уж так все сказать все заново с вами продумывать и будет у нас все здорово так поставили 2 вольт козы и уже сегодня не прокачали его постепенно все идем развиваемся поставил нашего инженера потому что у нас уже меньше ста хп это уже немного опасно все таки так как мало ли что может случиться все таки хочется перестраховаться несмотря на то что это у нас самый обычный наш первый босс сам самая обычная сложность даже не элитная но все же по чуть-чуть вы можете заметить но все равно постепенно пропадают хп и уже в дальнейшем конечно будем прокачивать нашего инженера на два пистолета так как это нам больше даст уверенности и больше защитить наше здоровье а здоровье защищать надо потому что это одно из самых важных что у нас есть как в игре так и в жизни ребят берегите себя берегите свое здоровье и все у вас будет хорошо я вас верю по-другому нас и быть не может я вот правда сейчас сижу у меня болит спина болят ноги сильно потому что я сейчас начал тренироваться что-то вот делать и но уже как бы знаете довольно таки но дни 20 я уже что-то делаю но сейчас я вот начал на работе время обеда ходить в тренажерный зал у нас там есть свой там там учусь чему-то знаете так для себя для себя чего-то так вот делаю ну постепенно уже так прям мне нравится на самом деле это здорово там есть большое количество тренажеров причем очень крутых и буду так вот заниматься спина будет прогресс может когда-нибудь с вами поделюсь о нем буду рассказывать и при этом также я дома делаю тренировки предназначенные на жиросжигание и на пресс конечно эти тренировки они прям жесткие то есть само время тренировок идет ну минут тридцать-сорок но у меня она занимает чуть ли не час потому что ты устаешь ты там что-то выходишь это у меня получается техника выполнения не такая уж и правильно потому что так как эти тренировки интенсивные но вот вы понимаете просто там три видео по 15 минут разные на разные группы мышц получается тут просто выполняешь управляешь только вот 40 секунд прошло на упражнение типа когда-то 0 секунд отдыха когда-то есть хотя бы парочку секунд отдыха это вот чуть-чуть заделаешь и сразу продолжаешь продолжаешь поэтому у меня сейчас очень страдает техника все в этом плане очень плохо но при этом стараюсь тренируюсь и если вот так вот пару раз проходить вот это вот испытание потому что сегодня тренировка идет как две недели занимает то меня заново потом еще заново и может быть почему тогда приду надеюсь очень сильно надеюсь и конечно потом своим похвастись расскажу вам о том чего горжусь и главное просто тренироваться вот реально заниматься собой очень надо право в какой-то момент я прям понял что очень хочу очень хочу стараться а тем временем не будем немного отвлекаться я так поговорю много себе может потом еще чем-нибудь скажу у нас уже сейчас 34 раунд все вроде бы нормально может тут и поставили наш шаролов получаем с этого дополнительные деньги как раз таки я вам советую очень советую его поставить это вам поможет он приносит он окупается очень быстро и потом вы можете поставить конечно ловушку xxl и он будет еще приносить деньги уничтожить ему а вот так прям вообще все круто в этом плане советую одобряю он большой молодец как по мне и уже где-то через три раунда у нас будет наш первый класс первый босс он несложный мы просто поставим сначала одну липкую бомбу и может быть будем копить на вторую носить случай чтобы уж с большей уверенности все пройти и все у нас было с вами здорово так вот сюда наверно мы поставим первую нашу обезьяну ниндзя и нам уже по лайки ну почти хватает так что про вообще без каких-либо проблем все здорово в этой игре я наверно буду пробовать тактику идти через фли бустеров и наши рынки вольт козов конечно если мы были если мы выставили исследовательские лаборатории вольт козов мы бы наверно больше бы денег получили но я хочу именно так попробовать это в любом случае это обычный босс на него нам не нужны какие-то нереальное количество монет и так мы его пройдем без каких-либо проблем вот мы тут поставили уже вторую липкую бомбу и пытаемся дальше разместить наши фермы вольт козов так как денежки нам надо зарабатывать здесь у меня была большая проблема с размещением это господи куда что-то поставить почему нет места очень хочется все разместить так что да но при этом половина хп моему уже снесли что как бы очень круто так что сейчас я просто уже спокойно занимаюсь дальнейшей прокачкой наших ферм вольт козов до рынков потому что две липкие бомбы они уже сто процентов справиться и добьют без каких-либо проблем там бы они бы справились наверное если бы даже у ворот x а было бы ну тысяч 40 хп ну 35 хотя может быть и 40 тысячами бы они бы тоже справились так что прям вот в этом плане у нас все здорово идет 45 раунда 1 под труден но 40 что уже получается просто дальше мы продали одну нашу обзянный ниндзя потому что как бы нам одной тут хватит 2 это слишком много у нас пока что не так много летят мобов а когда они будут лететь у нас будет уже что-то покруче что у нас будет более универсальным и сможет нам помочь совсем так и уже в принципе мы практически всю карту по возможности заставили нашими фермами вольт козов и я так подумал что дальше мы уже будем размещать наших флибустеров конечно мне много проблем вот с этой вот тактикой как их правильно лучше размещать поэтому я сразу же прокачивал флибустеров по максимуму конечно не до торговой империи чуть пораньше но все же все равно то есть правы сразу так тратил тратил много денег много средств 49 раунд и все у нас с вами тут идет хорошо так пока что просто все доставляем в наше последнее в принципе рыбак дальше я уже чуть смотрю и просто уже некуда нам поставить и тут тут право проблемки немного шаров то пролетело это опасно это немного страшно так все на одного такого флибусера нам уже почти хватает монет правда дорого профессиональная надбавка стоит очень даже не дешево но при этом будет дополнительно урон наносить правда наверно надо было мне ставить флибустеров немного центральнее чтобы не наносили больше урона здесь они все-таки стоят как-то вдали и это но вышло нам проблемкой потому что как вы можете заметить сейчас у нас пролетят шары а я просто не успел поставить на паузу к сожалению и мы из-за этого своими проиграли проиграли поэтому я вот снова захожу дошел до этого раунда поставила паузу и здесь мы уже будем стать нашего примаглефа я старался поставить все всех обезьян все наши фирмы вольт козов в то же место чтобы у вас что-то там не сбилось потому что насколько я знаю некоторые люди все-таки стараются размещать ставить так как я делаю и мне кажется это вам все равно будет помогать надеюсь что я вам помогаю хоть чем-то в любом случае я вот так прохожу в основном для себя это знаете это не прям какой-то гайд это для меня уже выработалась какая-то привычка потому что я уже наверное практически ну да я уже где-то год прохожу боссов и снимаю их на видео конечно я бы не сказал бы что я уже достиг дзена в этой области что я прохожу всех очень легко и всех очень быстро но все-таки некий опыт уже имеется и мне это радует так конечно в дальнейшем мне кажется разработчики будут выпускать новых боссов и к ним всячески снова надо будет привлекать привыкать что-то придумывать это конечно немного проблемно но будем с вами постепенно все это делать все-таки скилл у нас уже не нулевой уже что-то до имеется в запасе так что думаю что мы с вами все сможем у нас уже 58 раунда следующего класса остается буквально два раунда и мы все в принципе прям неплохо у нас все идет по заработку и скорее всего я буду ставить наша воплощение ярости я сначала думал ставить элитного защитника он хоть и дешевле получается но я хочу победить так с большей уверенности и побыстрее потому что может быть элитный защитник он бы просто у нас долго все это уничтожал атаку да сейчас перезаходим и вообще спокойно заново все создаем продадим тут один наш рынок вольт козов что все поставить я тут думал куда лучше разместить поставил сюда как по мне это довольно таки нормальное место для размещения она прям дает большой радиус для поражения что как бы дает вообще преимущество все очень здорово и вот так вот немного прокачались и будем запускать что пока наш ворот x долетит мы успеем прокачаться так еще неплохо потом мы конечно все это продадим для того чтобы прокачать наших уже флибустеров и дальше уже будем делать наши центральные рынки вольт козов каждый раз я прям это для металла что за вольт козы что за название что это вообще такое почему но ладно так как вы можете заметить мы но буквально очень быстро уже смесли ему 33 четверти хп так что воплощение ярости показывает себя прям хорошем ключе и на следующем классе мы тоже его наверное будем использовать потому что мы не сможем поставить мэда сможем поставить только летучую крепость поэтому добавим наше воплощение ярости и элитного защитника будем наносить много урона и мне кажется пройдем со спокойной душой и третий класс так как парагон оставить все-таки рановато будет а так мы уже чего-то добьемся с вами перезаходим чтобы продать все лишнее восстанавливаем все и уже будем наверное размещать в дальнейшем наши флибустеры хоть денег у нас сейчас довольно таки много аж пятьдесят восемь тысяч и такой был вау да к нам это хватит чтоб вообще невероятно прокачаться столько всего поставим но чудо нет чудо не так уж и много мы с вами поставили но все равно нормально для прокачки то подойдет денег уже немало мы стали с вами зарабатывать и на тот период я еще думал что вот стоит ли действительно вот того вот это вся прокачка потому что и если бы я делал все по старинке через исследовательские лаборатории я знаю что это довольно таки выгодно и приносит нам неплохие деньги что очень даже здорово и очень даже круто но вдруг вот это вот наша через флибустеры и центральные рынки булькозов прокачка немного хуже и это нам ослабит все потому что она для меня экспериментальная каждый раз но я редко и пользуюсь потому что у нас все таки не так много карт с большим колесом воды где можем все размещать так что приходится экспериментировать ну по итог то все вроде нормально вас оказывается счастье и тут вы можете посмотреть мы даже разместили 21 флибустер там большое множество и теперь уже будем центральные рынки прокачивать чтобы еще больше запахать чтобы все у нас было все круто так что вот такие вот дела каждый раз когда тыквы на дерево справа сверху и обстанно пугать его а дуету за звук отчет за звук а это же там у нас есть секретное достижение которое может никогда не у тебя выполнят может даже вам расскажу тут просто на карте есть вроде бы 7 таких обезьян секретных которые там вот скрыты где-то и если в определенном порядке нажать на них то вычет там выполнили достижение и получите какую-то награду я конечно так не помню какую награду но все же так неплохо неплохо уже хорошо так и вот сейчас вы можете заметить как у нас реально увеличивался заработок буквально за один раунд интересно сколько мы получаем так у нас было 80 а я тут их сразу же трачу поэтому пока что тяжело сказать но зарабатываем мне кажется мы под 50 тысяч наверно за один раунд и вот если сейчас тут проанализируем проглядимся что у нас сейчас 38 тысяч 30 до 40 42 так когда же следующий раунд то будет так уже 50 здесь же 62 нормально за один раунд уже столько заработали вот было 52 стало 90 мы только похоже с флибустеров получаем 48 при этом у нас еще и множество наших центральных рынков которые нам также будут давать большое количество ноги так что очень даже крутой вот вы посмотрите сколько нам тут буквально за один раунд далее у нас уже сто двадцать тысяч так что я как бы знаете в этот момент я уже прям так расслабился пидку вал ну тут мы сто процентов тогда все пройдем без каких-либо проблем я вспоминаю вот предыдущие моменты когда я вот играю как-то вы думаю что ой нам не хватает на 3 класс проходить очень сложно мы там даже на летающую крепость мэдом не могли толком накопить а сейчас вообще без каких-либо проблем все мы это с вами сделали такой а я тогда что ли что-то не так делал в чем тогда моя ошибка и это как раз таки тоже заставляет задуматься потому что вдруг вот я реально тогда что-то не так делал или этому по сейчас повезло но конечно если вы смотреть в дальнейшей перспективе потом уже исследовательские лаборатории на приносит принесут гораздо больше монет и будут полезнее но на начальном этапе конечно же рынке и фрибусиры это фронтоп так здесь я поставил еще один наш разгон чтобы тот продать и я увидел что он тут ого оказывается ограничение по обезьянам то стоит а я как-то на него не обращал внимание при этом что-то такое довольно таки больше пром ограничение если посмотреть ну ладно уж создаю тут деревню и еще сейчас поставлю рядом одну чтобы забавить тут все мы получили побольше монеток нас это полезно как-никак при этом продал прямо глефа обезьяну мага чтобы у нас просто лишнее не было и еще где на нельзя также продал потому что сейчас она уже не такая полезная что в дальнейшем мы смогли из нее создать парагона ночью-то что-то затупил в любом случае вы можете увидеть у нас сейчас один раунд до следующего класса она уже 232 тысячи то есть к 80 раунду у нас должно быть уже 270 тысяч вода 273 выходит это на самом деле очень много мы даже но практически на парагона можно сказать накопили так сейчас пытаюсь куда-нибудь разместить нашу летающие крепость чтобы было у нас все с вами нормально вот что-то даже не знаю вот тут мне показалось что в какую-то долю секунды проблеснул белый свет что можем поставить мне кажется что мне реально показалось потому что потом я уже проводил и уже ничего не видел так ладно поставлю уже хоть куда-нибудь что все у нас было все было нормально при этом поставим элитного защитника в радиус нашей деревне чтобы хоть что-то какой-то оба был все равно по крайней мере чуть-чуть подешевле будет стоить и вот вообще не расти наши сюда размещу продам чуть-чуть флибусеров это не так страшно просто немного хочу забавить наше оплачение расти и вот вот потом уже во время самого сражения сможете заметить насколько на самом деле большой вклад внес по урону наш друид при том что он не такой уж и дорогой он подешевле стоит нашего наши летачей летучей крепости но он прям нанес очень много урона сейчас вот вы увидите как вот к нему подлетели так все урон пошел резкий но единственный плюс летающей крепости в том что она будет урон наносить на вражении всей карты нежели чем очень ярости которая только в определенном радиусе стреляет так что летающая крепость равно как по мне покруче у нас будет но уже более половины хп мы ему снесли у нашего третьего класса а при этом он у нас даже далеко не на середине карты так что все вообще идет по плану все у нас идет здорово тут у нас друид из тана вылезет и все будет здорово так и проходим с полной уверенностью идем дальше уже восемьдесят четвертый раунд продают все лишнее пытаюсь все восстанавливать наших флигустеров но при этом уже буду их прокачивать по верхней линии посередине чтобы мы наносили урон и в дальнейшем создали нашего морского наварха тут тоже элитного защитника продам потому что че он нам он нам уже немного бесполезен а летающую крепость все таки я решил оставить потому что как бы парагона то мы будем создавать я хочу как бы самолет этой судного дня нам уже хватает на морского наварха но я решил немного все таки подождать чуть-чуть чтобы у нас хоть какой-то дополнительный урон нанесся и даже вот не знаю стоит ли было это того ждать или не стоит так как в любом случае у нас степень вышла довольно таки хорошая довольно таки не маленькая а по урону мы не получили прям какой-то гигантский прирост но сам всем морской наварх это очень круто я его очень люблю такой вот парагон прям здоровский для меня топ 3 это наверное вот морской наварх потом самолет судного дня вознесенная тень а дальше наверное уже у нас плоды к плазму то есть если вот первые три они хоть и дорогие но при этом носят очень большое количество урона дают бафы и деньги это есть про морского наварха все потому что вот он реально помимо своего нереального урона который он наносит он при этом нам дает каждый раунд деньги так он еще и бафает флиппу серов чтобы они нам еще больше не приносили очень круто а владыка плазмы плюс том что если имея обезьяне знания на двух обезьян мастеров арбалетов то создавать ее безумно просто и бюджетно просто поставить вот эти вот четыре пятых тиров обезьян создаешь парагона и он сразу будет 30 степени это очень легко это очень круто поэтому мне это прям очень нравится это очень круто все создали все без каких-либо проблем и при этом та же самая владыка плазма у нас очень дешевая всего 350 тысяч а в сравнении с тем же самолетом судного дня который стоит 860 тысяч это прям такая немаленькая разница прям вообще немаленькая ну при этом и самолет судного дня мне кажется урона то побольше будет наносить плюсом у него еще скилл очень крутой так что с одной стороны его цена тоже оправдана ну и создавать парагона самолета тоже как-то посложнее будет так восстанавливаем всех наших флибустеров и как вы можете заметить у нас сейчас все очень даже хорошо то есть к сотому раунду мы уже по логике готовы потому что у нас один парагон морской наварк чего только стоит то у нас в соло разберется я не удивлюсь если бы он бы у нас один бы исправился на 120 раунде ну я просто решил уже так перестраховаться это очень важно особенно на воротексе потому что ну вот я прямо в флешбеке это когда вороток столько выходил как вот я проходил его это было очень долго каждое его прохождение особенно если знаете это элитный босс мне занимал почти два часа почти два часа записи это с ума можно сойти а здесь я удивился что у меня запись шла всего 35 минут несмотря на то что в один момент я там проиграл и мне пришлось еще отыгрывать и все равно это ну со всем этим моментом остается 35 минут это очень мало это очень круто я такой вау как это здорово а потом бац и звука нет я такой ну спасибо тебе большое очень обидно ну вот реально очень обидно в этом плане ну ладно так третий класс ой четвертый класс вы могли только что заметить как мы его ну вот реально очень быстро разнесли и здесь я показываю вам свои способности их количество вы посмотрите сколько у меня мгновенных обезьян и способностей при этом ну я уж не помню когда я последний раз их покупал это было очень давно то есть в основном они мне все выпадают там с прохождения боссов потом ну еще там что-то например с подарков ежедневных это такая дополнительная экономия прям хорошая так что прям здорово тем временем на 108 раунд и уже накоплено 1 миллион 600 тысяч так что прям дает полную уверенность в том что мы все пройдем с вами без каких-либо проблем и здесь я на самом деле немного побеспокоился о том что типа вот пойду когда мы пройдем у нас наверно так будет мало денег с вами ну и типа вот в конечной статистике вот увидим и поймем что все-таки наши центральные рынки плюс флипусера это не так выгодно ну на самом деле когда мы все закончили я видел эту итоговую сумму я очень сильно удивился и мне это очень понравилось так что давайте сейчас немного подождем остается совсем чуть-чуть и вы сами увидите всю эту статистику все эти цифры я вам их спойлерить не буду так что вот такие вот дела что глаз болит что-то вот не знаю так надеюсь что пройдет потом после этого видео того как выложу буду проходить тренировку и отдыхать наконец-то выходные я так рад этим выходным это очень здорово создаем наш самолет судного дня сразу в восемнадцатой степени несмотря на то что мы дополнительных не ставили это видимо все таки так много у нас наша летающая крепость нанесла что очень даже здорово и при этом вы можете посмотреть мы как бы все три парагона создали которые нам как бы предостаточно и у нас еще есть один миллион так что с деньгами вообще проблем нет все очень здорово так что давайте-ка продолжать смотреть как мы будем проходить четвертый класс и урона мы также очень много наносим с учетом того что я еще и использую скиллы нашего этого самолета причем криво ну я пытался как говорится но при этом все прям уверенно все очень здорово и все очень быстро у нас просто воротекс не успевает отойти от спавна как вы можете заметить все очень здорово и поздравляю воротекс побежден на 123 раунде так башна размещена 85 шаров пробита почти 14 миллионов а получено денег четыре с половиной миллиона представляете сумма то не маленькая оказывается это очень хороший результат я вообще такого не ожидал так что прям здорово обзина звезда это конечно же у нас морской навар это 8 миллионов урона это очень даже неплохо и я тут до сих пор удивляюсь тому что вау четыре с половиной миллиона а если бы мы поставили наш обзина полис исследовательские лаборатории мы бы наверное еще больше получили в левом верхнем углу по крайней мере ну здесь в дальнейшем конечно же я вам буду проходить элитного босса а на этом я буду заканчивать это видео надеюсь что оно вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки а с вами был диктофон всем удачи и всем пока пока пока